Чеченец Саид Магомед Каакиев вошел в историю как один из наиболее ярых борцов против боевиков и за мир на родной земле. Итак, Саид Магомед происходит из чеченского тейпа Зандакой, появился на свет в 1970-м, родом из селения Кеньюрт равнинного надтеречного района Чеченской Республики, одного из самых лояльных центральной власти местности в Чечне. В юности Саид Магомед окончил профтехучилище в Грозном и промышлял о мирной профессии, но в России лихих 90-х оставаться мирным человеком было очень непросто, тем более в Чечне. Срочную службу Саид Магомед отслужил еще в конце 80-х, в Нагорном Карабахе. Именно увиденное во время начала там боевых действий и сделало Каева одним из самых убежденных врагов войны. «Я собственными глазами видел, что творилось в Карабахе, и ни за что на свете не желал Чечне подобной участи», признавался позже в интервью сам Саид Магомед. Именно поэтому в начале 90-х Саид Магомед к Киев и превратился в одного из самых убежденных противников режима Джахара Тудаева, усиленно толкавшего Чечню к большой войне, примкнул к силам чеченской оппозиции под началом Умара Автурханова. Известный под позывным 911, Саид Магомед создал собственный отряд из преданных бойцов. Принимал участие в штурме Грозного силами антидудаевского сопротивления в ноябре 94-го. Тогда бойцы Каева взяли городской телецентр, удерживали здание несколько часов подряд. Принимал участие Каев со своими силами на стороне федералов и в первой чеченской. Его воины участвовали в новогоднем штурме Грозного 95-го. Они же геройски сражались против боевиков в Грозном августа 96-го. Две недели почти в полном окружении в здании на Дагестанской улице, близ дома мэра города Якуба Дениева. В обмен на Каева Шамиль Басаев предлагал астрономическую сумму – 250 тысяч долларов. Аслан Масхадов за Каева пообещал представить к ордену честь нации, главной воинской награде Ичкерии. К счастью, те награды так и не нашли своих кавалеров, ибо что-то сделать с Саидом Магомедом было просто нереально. В период между двумя чеченскими компаниями Саид Магомед в целях безопасности вынужденно покинул свою родину. Жил в Москве, где обучался в школе милиции, учился в Академии налоговой полиции, служил по контракту в российских вооруженных силах. И все это время только и мечтал, чтобы вернуться домой в Чечню. И такой шанс выпал Саид Магомеду осенью 99-го. Его бойцы стали первыми чеченскими подразделениями в составе российской армии во вторую кампанию. Ребята приняли участие в освобождении Грозного, в ликвидации остатков Гилаевского спецназа Борс в Комсомольском, а также в последующих операциях. Шли рядом с российскими спецназовцами, московскими ОМОНовцами. Мы наступали всегда впереди, так как были местными. Все тут знали, говорили на чеченском языке, устанавливали контакты с населением, вспоминал сам Саид Магомед. Кроме того, отряд Саид Магомеда принял участие в нейтрализации гилаевцев в горах Дагестана в январе-феврале 2004-го. С окончанием активной фазы боевых действий Саид Магомед Какиев работал заместителем главы родного надтеречного района, помогал землякам-беженцам вернуться домой, командовал и батальоном спецназа Запад ГРУ российского генштаба, подразделение, где никогда не было ни одного бывшего боевика. Уже в 2002-м Саид Магомед Какиев получил за подвиги звание Героя России с формулировкой «За беспрерывное мужество», выполнение сложнейших и практически нереальных боевых задач. Меня четыре раза Героя России представляли. Первый – за водружение в грозном российского триколора, второй – за операцию в комсомольском гилаевцев, третий – и четвертый – за серию успешных спецопераций против басаевцев. Кроме того, чеченский воин награжден был двумя орденами мужества – личным именным оружием от министра обороны Российской Федерации. Еще мой прадед служил России в знаменитой тикой дивизии на фронтах Первой мировой. Говорит о себе Саид Магомед Какиев. «Я сам российский офицер до мозга костей. И по-другому моя судьба просто не могла сложиться. Чечня и Россия для меня одно целое. За это я готов биться до победного конца. Сейчас Саид Магомед Какиев работает в военном комиссариате Чеченской Республики. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Вплотную занимается возвращением общего призыва чеченских юношей в российскую армию. Сейчас квота не более 500 парней из Чеченской Республики в год. Саид Магомед носит среди земляков прозвище «Чеченский терминатор» за невероятную стойкость в бою, а также за характерный протез руки, титановые пластины и осколки в теле. «Я, наверное, самый звонкий человек во всей Чечне. Когда досмотра в аэропорту прохожу, весь мой металл звенит. Шутит сам герой. А протез руки мне однажды в бою помог здорово. Я искусственную руку из-за дерева вытащил, помахал ею. И так позиции снайпера обнаружил. Тот выстрелил. Саид Магомед славится своей крепкой верой. Никогда не употребляет никакого спиртного. Говорит, что лишь пару раз позволил себе попробовать безалкогольного пива. Знаменитый эстрадный певец Александр Буйнов посвятил лично Саиду Магомеду Какиеву свой знаменитый шлягер «Наш комбат Саид Магомед».